Здравствуйте! В эфире выпуск новостей в студии Лиза Аца Киева. 6 февраля в Астане президент Нурсултан Азарбаев проведет встречу с премьер-министром Турции Ахметом Даватуглу. Планируется обсуждение путей дальнейшего развития двухсторонних отношений преимущественно в торгово-экономической, транзитно-транспортной и энергетической сфере. Кроме того, стороны затронут наиболее актуальные вопросы международной повестки дня и ключевые аспекты многостороннего сотрудничества в рамках региональных и международных организаций. Казахстан занимает 10 место в индексе несчастья агентства Bloomberg, которое показывает соотношение инфляции к безработице в 63 государствах. Так, Казахстан с индексом 16,7 расположился в списке 2016 года на 10 месте. В 2015 страна с индексом 17,3 занимала 9 место. Лидирует же в этом списке второй год подряд Венесуэла с индексом 159,7 на текущий год. Помимо этих государств первой десятки рейтинга находятся Аргентина, ЮАР, Греция, Украина, Испания, Сербия, Турция и Бразилия. Все они в порядке очередности занимают места со второго по девятый. В индексе несчастья 2016 года Россия занимает 14 место. Казахстан запросил правовую помощь у России по уголовному делу о гибели четырех солдат во время учений на Каспийском море. В связи с назначением ряда судебных экспертиз и направлением международного поручения в Российскую Федерацию досудебное производство по уголовному делу прервано. Ранее сообщалось, что причиной гибели военнослужащих является человеческий фактор. Напомним, 18 сентября прошлого года в Ахтау при проведении второго этапа учения «Центр-2015» утонуло 4 единицы БТР-80, погибли четверо военнослужащих срочной службы. Законопроект об обязательном страховании недвижимости будет разработан в Казахстане. Об этом сообщил министр юстиции Берег Имашев. Предполагается разработка нового законопроекта об овсетных соглашениях, поскольку на сегодняшний день в Казахстане данный вопрос вообще законодательно не урегулирован. Будет разработан новый закон об обязательном страховании жилища физических лиц, собственников недвижимости, предусматривающий обязательное страхование жилища на случай чрезвычайных ситуаций. Об этом сказал Имашев. Центральная избирательная комиссия сегодня приняла решение о регистрации партийного списка партии Ахжол для участия в выборах мажорист парламента. Об этом сообщил секретарь ЦИК Бахат Мельдешев. По данным Мельдешева, среди 35 кандидатов от партии представителей пяти национальностей 17% женщины. Средний возраст кандидатов, включенных в партийный список Ахжол, составляет 46 лет, а самому молодому из них 34 года. Восемь представленных партий кандидатов ранее являлись депутатами мажориста парламента. Сейчас реклама, после мы продолжим. Оставайтесь с нами. В эфире выпуск новостей продолжим. В Уральске задержан 60-летний предприниматель по подозрению в заказном убийстве своего ребенка. Об этом сообщает Интерфакс. В областной департамент внутренних дел поступила оперативная информация о том, что мужчина намерен организовать заказное убийство проживающей в Ак-Тубе 40-летней женщины и их совместной 8-летней дочери с целью избежать раздела бизнеса, имущества и выплаты алиментов на содержание ребенка. По данным полиции, заказчик заплатил 52-летнему ранее судимому местному жителю за организацию убийства 5000 долларов. В данный момент оба – и заказчик, и исполнитель – задержаны. Жизнь матери и ребенка в безопасности они находятся под охраной. Сегодня состоялась заключительная отчетная встреча Акима Ак-Тубе, Бекбола Сагына, с населением в этом году. Во встрече принял участие также глава области Бердебекса Парбаев и инспектор администрации президента Шалкар Байбеков. Встреча была организована инновационным способом. Перед началом встречи для всех желающих в здании драмтеатра были организованы консультации от руководителей 14 городских госучреждений. В холле областного драматического театра сегодня было необычайно многолюдно и шумно. На втором этаже расположились руководители практически всех городских отделов и служб. Это новая для Ак-Тубе практика – принимать жалобы и просьбы не письменно, а прямо с глазу на глаз. Горожане, консультирующиеся с городскими чиновниками, в основной массе – пенсионеры и инвалиды. Вопросы касаются в основном бытовых проблем, очередности на жилье и земельных отношений. К примеру, многодетная мать Акмарал Жил-Кайдарова жалуется, что живет в полуразрушенном доме, тогда как с 2005 года состоит в очереди на квартиру по госпрограмме. В Акимате, по словам женщины, ей обещали жилье к февралю 2016 года, но до сих пор квартиру не дали. С 2005 года я стою в очереди. Первая была три категории. Потом как-то вызвали нас в 2014-м, вызвали, сказали, выбирайте одну категорию. Я одну категорию выбила, многодетная мать. Я выбирала вот эту категорию. И вот потом в 2014-м я прогласила телевидение, Астана проходила, 24-й канал. Ну, короче, все вот это телевидение были, у меня смотрели. Потом, что у меня дом стоит в аварийном состоянии, дачный домик. Это Сторский стоит в аварийном состоянии. В 2011-м они мне дали этот дом в аварийном состоянии и до сих пор мне обещают квартиру. В жилищном фонде на жалобы многодетной матери ответили, что в очереди на квартиры состоит 17 тысяч актюбинцев. В том числе и многодетные матери, и инвалиды. Все они, без исключений, получат жилье только в порядке очередности. Наша опашка в свыше 10 лет стоит в очередности. Ежегодно принимает участие в инвентаризации, а именно обновляет свои документы. Благодаря тому, что она участвует в инвентаризации, а также другие граждане, очередность продвигается, активно продвигается по городу. Но, тем не менее, жилье будет предоставляться только в порядке очередности. В течение текущего года при предоставлении жилья для нашего государственного, для очередников местности молодого органа будет предоставлено жилье. О помещении для компьютерного класса просят Акимат представители благотворительного фонда поддержки детей-инвалидов. Организация открылась в конце прошлого года и, по словам активистов, фонд ставит перед собой благую цель обучить программированию всех молодых инвалидов города. Мы хотели бы обратиться с помощью для незрячих людей, которые очень сильно хотят обучиться компьютерной грамотности, что очень актуально, наверное, в наше время, потому что порыв, технологический прогресс. Мы сейчас все работаем, в принципе, на компьютерах. И очень хотим, чтобы Акимы области города нас поддержали. Вот, действительно, это очень благое дело. Это седьмая по счету встреча Акима города с жителями в этом году. За это время первому руководителю областного центра поступило более трехсот предложений и вопросов. А сегодня вопрошающие в основном пенсионного возраста. Жительница поселка Заречный от имени жильцов всего квартала обвиняет энергетиков Актобе в недобросовестной работе. Якобы электричество в дома поставляется с перебоями. Частые скачки напряжения, а руководство, компании, городские чиновники, по словам женщины, решать проблему не собираются. Они нам поставляли энергию, не соответствующую напряжению. У нас горят все холодильники, все электроприборы. Дети уродючить не могут. Мы вечер в телевизор не смотрим. Мы живем в древнем мире. А если городской акимат не найдет экспертный бюджет, мы вам хочу подсказать. Пожалуйста, пускай госноходы возьмут наши все оборудованные счета, сколько денег, взыщут доход бюджета, а эти деньги используйте в установку нормного КТП. Несмотря на ограничения по времени, на одно обращение не более пяти минут, первые два делегата своими вопросами заняли не менее получаса. Из-за этого в зале поднялся ажиотаж. Так что усмирять пыл представителей населения пришлось Акиму области. Что за базар вы здесь развели? Мы будем сидеть до конца и выслушаем всех. Уважайте друг друга и соблюдайте очередность. Как заверил Аким города, Бигбол Сагын, по всем заданным устно и отправленным на его имя письменно вопросам, решение будет принято в самые кратчайшие сроки. Антон Пережогин, Жаслан Жубаев, программа «Факт». О том, каким выдался минувший год для ТО «Казаху» и «Лактубер», руководство компании доложило сегодня Акиму области, Бердебеку Сапарбаеву. Так, 2015-й отметился для предприятия снижением объемов добычи нефти. Но даже несмотря на трудности, компании удается держаться на плаву. Исправно платить налоги и сохранять рабочие места. Встречи с коллективами крупнейших актюбинских предприятий глава региона активно практикуют с начала года. Все для того, чтобы еще раз напомнить. Не время давать лобинку. Надо работать, работать и еще раз работать. Наращивать объемы, выполнять обязательства и увеличивать казахстанское содержание. Сейчас не надо ссылаться на экономический кризис. Сейчас надо находить другие пути, какие-то резервы для того, чтобы восполнить ту утрату, которую мы сейчас получаем в результате этого экономического кризиса. Не мы с вами только находимся в условиях кризиса. Минувший год для крупной нефтедобывающей компании выдался удовлетворительным. И несмотря на снижение объемов добычи нефти и производства, по многим пунктам плана удалось перевыполнить. Наход компании за прошлый год составил свыше 90 миллиардов тенге. В 2015 году по плану было у нас 724 тысячи. По факту мы добыли с вами 801, что составляет 111%. На 11% был перевыполненный план. Также у нас была добыча газа при плане 539 миллионов, нами добыто 605 миллионов. Здесь у нас 12% перевыполнение. Сегодня в ТОО «Казахой Лактубе» трудится 585 человек. Средняя заработная плата работников – 314 тысяч тенге. Правда, сотрудники, сидящие в зале, услышав эту цифру, невольно изумились. Но руководство заверяет – текучки нет, сокращений не будет, а зарплата вырастет. Как и размер социальных выплат, который увеличился на 25 миллионов тенге. Все бы хорошо, но вот кое-какие обиды в коллективе все же есть. Задать вопрос напрямую сотрудники «Казахой Лактубе» не решились, а передали записку через журналистов. У нас в одном цеху около 40 рабочих. Средний их заработок – 100 тысяч тенге. И получается, один россиянин получает заработок всех 40 человек за раз. Но как так? У нас хватает квалифицированных рабочих, чтобы их заменить. Они будут работать и на 100 тысяч тенге. На днях спустили приказ сверху о сокращении рабочих мест или заработной платы. Сыздыков с ответом не растерялся. По его словам, в компании работают всего трое иностранцев, и все их знают в лицо. Я скажу о зарплате этих трех работников. Они получают зарплату в той же сетке заработной платы, в которой находим все мы. Никаких уведомлений о сокращении мы никому не давали. Бердебек Сапарбаев, в свою очередь, заметил, что в нефтяных компаниях подобные претензии не новость. Но, по его словам, бывают моменты и исключения, когда специалист действительно того стоит. Но, в целом, честность и прозрачность никто не отменял. Предъявляя подобные обвинения, попросил приводить конкретные факты. Но и по итогам совещания дал ряд поручений и обещал Казахойлу, одному из крупнейших налогоплательщиков в области, всяческую поддержку. Осеткин Жалин, Алимжан Молдабеков, программа «Факт». Семинар-тренинг для представителей общественных объединений, организаций политических партий состоялся сегодня в областном Маслехазе. Тема встречи – подготовка к предстоящим выборам. Как известно, они состоятся 20 марта, и свои кандидатуры в связи с этим депутаты Маслехата всех уровней и мажорист парламента страны уже выставили по области 95 человек. Ну и теперь главная задача избирательной комиссии – разъяснить кандидатам и населению правила участия в этом политическом событии. Все комиссии в соответствии с календарным планом приступили к своей работе. Единственное, что участковые избирательные комиссии будут работать за месяц до выборов, то есть 20 февраля они выйдут. До 4 февраля исполнительные органы после сдачи 28 февраля, до 4 марта, значит, комиссии должны будут, участковые избирательные комиссии, для обозрения, значит, для знакомства любого избирателя нашей области приготовить вот эти вот списки избирателей. Отметим, что на сегодня в Акцентской области насчитывается 475 тысяч избирателей. В день выборов Маслехаты всех уровней и мажорист парламента будут работать 526 избирательных участков. Самим кандидатам разъяснены правила участия в выборах и в агитационных кампаниях. Так, государство на выступления кандидатов на радио, телевидение и в газетах со своей предвыборной программой, а также транспортные расходы и выпуск агитационных материалов из бюджета выделяется от 20 тысяч до 85 тысяч тенге. Ну и помимо этого желающие получат депутатский мандат. Аксюбинцы обязаны внести избирательный взнос в размере 114 295 тенге. Но в случае, если кандидат будет избран депутатом или наберет 5% голосов по итогам выборов, то ему эта сумма будет возвращена полностью. Аксюбинки слишком рано становятся мамами. Сегодня полицейские озвучили статистику. Только в прошлом году официально выявлено 60 фактов беременности школьниц. Педагоги полицейские обеспокоены. Сегодня учащимся колледжа экономики и статистики рассказывали, что такое секс и заодно учили молодежь предохраняться. Лишь ликбез, считают организаторы акции «Цветы жизни», снизят число нежелательных и ранних беременностей. К сожалению, у нас в регионе есть такие факты, когда в прошлом году выявлен 21 факт маловых сношений с лицами, не достигшими 16-летнего возраста. Также было выявлено 60 фактов ранней беременности среди несовершеннолетних. И по 34 из них ведется досудебное расследование. Также есть факты, когда несовершеннолетняя подвергалась насилию со стороны своего родственника. В октябрьских школах стартовала традиционная акция «Забота». В 22-й школе сегодня оказали социальную помощь ученику 5-го класса Курбанбаеву Карлыбаеву. 14-летний подросток страдает ДЦП, и учителя школы приходят к нему домой. Сегодня своему однокласснику ребята вручили множество пакетов с продуктами питания, одежды и канцелярские товары. В крохотной землянке помещается кровать и весь нехитрый скарб семьи из пяти человек. 18-летняя Гульзарай, 14-летняя Курбанбай и 3-летний Жандос. Младшие дети практически не играют с игрушками. Им попросту негде, да и ни с чем. Уроки учат здесь же, в этой комнатушке, которая служит и кухней. В семьях Карлыбаевых в Ак-Тубе переехала в 2010 году из города Нукусыта, в Кракалпаке. Статус уралмана официально получили только супруга и дети. Глава семейства увяз в бюрократических проволочках. Получить гражданство у мужа пока не получается. Нужно ехать в Алматы, в посольство Кракалпакистана. Денег на дорогу у нас нет, вот и живем так в Ак-Тубе уже шестой год. Эту землянку Карлыбаевым любезно предоставили знакомые. Семья оплачивает только электричество. Жить в таких условиях 14-летнему Курбанбаю нелегко. Сдержать своих слез ребенок сегодня не смог. Без помощи взрослых мальчик не может самостоятельно передвигаться, но, тем не менее, имеет определенные успехи в учебе. И даже мечтает. Мальчик хочет жить в большом доме, и, конечно же, Курбанбай желает ходить. Я мечтаю ходить и бегать, а еще жить в большом доме. Но мечты родителей намного прозаичнее. Было бы чем накормить детей. Ответ семейства перебивается случайными заработками, мама безработная. Но, несмотря на трудности, семья все же сумела отстроить небольшой дом в одном из дачных массивов. Правда, переехать туда пока не представляется возможным. В жилье нет газа. Я думаю, в дальнейшем вы всегда будете помогать. Сегодня своему однокласснику ребята вручили множество пакетов с продуктами питания и канцелярские товары. Собственно, и познакомиться с Курбанбаем вживую некоторые ученики 22-й школы смогли только сегодня. Уже не первый год ребята и их родители всячески оказывают помощь своему однокласснику. Быть неравнодушными к чужим проблемам этому учат жизнь и педагоги. Я думаю, что таким ребятам обязательно надо помогать. Им нужна поддержка, чтобы они были как бы сильнее, чтобы они могли добиваться своих успехов с помощью чьей-то поддержки. Для ЗАЦакиева Алексей Уразов. Программа «Факт». На сегодня это все новости. Я благодарю вас за внимание и желаю приятно провести предстоящие выходные. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова